здравствуйте в эфире итоги недели спасибо что вы сегодня с нами итак мы поговорим с вами вот о чем не хватило праздника кому и почему и почему в полнолуние нельзя браться за новое как снять в этот день давление и для чего нужны золотые украшения и чем может помочь серебро как теперь будут судить и как изменилась мера наказания для педофилов билл гейтс предупреждает о заражении мира оспой лес туда но обратно зубочистки новая газораспределительная станция в сухом лагу что подорожает и в каких магазинах обещают минимальную наценку но об этом и многом другом сегодня в итогах недели итак начнем ледяную горку снесли разобрали ну а еще бы конечно покататься но она как было сказано травма опасна большую горку настроят вот маленькие убирают деда мороза со снегурочкой сдули снеговику вообще очки разбили все сейчас я убираю детям негде кататься а изначально кто утверждал проект для елки большой городской красивый как говорили единственному праздничному пятну последним днем стал день крещения 19 января огни погасли празднику конец не добавила настроение и надвигающаяся очередная волна к вида душа замерев накануне новогодия в ожидании праздничного настроение так и не успела в полной мере им насладиться витрины магазинов большей частью все при новогодние новогодние дни оставались буднично скучными и добавил праздничность и городской парк где в каникулы массово прогуливался народ порадовать глаз во время прогулок по городу могли разве только с десяток домов частного сектора разукрашенных новогодними огнями на западе рождественские новогодние сезоны уже давно это не только декабрь большинстве стран а теперь включая россию наряженные елки и праздничные витрины можно увидеть уже в ноябре а где-то начинают продавать нам новогодние настроения едва закончится золотая осень новогодние рождественские иллюминации инсталляции праздничные витрины радовали там футуристическими декорациями с отсылками к популярным детским сказкам от золушки до морозка полюбоваться на рождественские инсталляции в окнах в новогодние и рождественские каникулы несказанное удовольствие в штатах у раннего оформления елок на площадях и в переводится как подкрадывающееся рождество там сезон подарков и благодарение наступает в начале ноября и даже в октябре а иногда вообще в сентябре праздничные декорации появляются в витринах местных магазинов каждый год все раньше вряд ли возможно заранее получить передозировку новогоднего рождественского настроения потому как радости и душевного благополучия нам катастрофически не хватает а это так важно на новый год самый тот случай пополнить его запас тем более в к видные времена разобщенности ну тему эту на вере наши постоянные телезрители хотела конечно совсем коротко но снова не получилось с вами Людмила Суверток с аналитической авторской программы итоги недели 18 января на прошлой неделе было очередное полнолуние это явление всегда интересовало людей но никогда не трактовалась в положительном ключе что интересно поэтому люди старались откладывать все дела потому как успеха ждать не приходилось замечено самое важное что в период полнолуния народ одаревает упадок сил принято в дни полнолуния снимать серебряные украшения потому как серебро в этот день благоприятно влияет только на тех кто страдает от высокого давления а людям с пониженным давлением в полнолуния помогают золотые аксессуары которые наполняют наоборот энергией за убывающей луной наступает период новолуния это случится 1 февраля и если в полнолуния не стоит ничего затевать то в новолуния наоборот любые начинания станут для каждого из вас успешными ну по крайней мере так говорят так с вами итоги недели резко меняем тему духовной и душевной разобщенности полнолуния к жестокой реальности о жестких мерах отношений педофилов говорили на прошлой неделе многие откликнулись судить можно по соцсетям но и сайтом большинства школ наших тоже изнасилование и убийство 11-летней полины зазбеста осенью 2020 года всколыхнула тогда и не только общественность насильником и убить оказался мужчина ранее судимый за тяжкие преступления в киселевской кемеровской области тоже ранее судимый за педофилию 41-летний изнасиловал убил двух десятилетних школьниц 4 января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу откуда ее похитили двое мужчин убора не судимы закон об ужесточении наказания для педофилов был просто необходим потому как освобождались эти люди длиннее люди лучше сказать как показывает практика и снова брались на своем пожизненное заключение для рецидивистов для таких зверств стоит того по словам кузнецовой анна кузнецова бывшего детского омбусмена а теперь депутата государственной думы вслед за законом предусматривающим пожизненное лишение свободы для педофилов необходимо исключить штрафы и условно-досрочное освобождение заменив их на пожизненное итоги недели в эфире пик распространения штамма коронавируса омикрон настигнет нас по предположению экспертов уже через неделю а затем заболеваемость постепенно пойдет на спад об этом говорят статисты кто мнение которое сформировалось в ходе наблюдений за поведением этой разновидности вируса в других странах никуда не делся конечно же и грипп и стало известно кстати сказать что минздрав министерство здравоохранения разрешил одновременно прививаться от коронавируса и от гриппа но препараты должны вводиться в разные части тела например в левое и в правое плечо особую опасность новый штамм коронавируса омикрон представляет для детей от двух до пяти лет заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов кроме того у каждого третьего ребенка болезнь сопровождается диареей эпидемиологи отмечают что заболевание заболеванию также подвержены люди старше 65 лет так как они в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить коронавирусную инфекцию на сегодня в нашей сухоложской больнице есть три вида прививочной вакцины в том числе и спутник лайфа который многие спрашивают и интересуются врачи приглашают на прививку у нас привита 56 процентов порог безопасности еще не преодолен в области уже зарегистрировано около 900 заболевших мутированным вирусом омикрон за выходные вакцины единственный способ спасения от тяжелого течения к вида среди самых распространенных симптомов у заболевших штаммом к вид омикрон является насморк и головная боль а также конечно общая усталость задержан ученик одного из лицеев камышлова который сообщал о минировании зданий молодой человек так заигрался что рассылал фальшивые сообщения о минировании школ детских садов колледжей магазинов администрации разных городов на протяжении почти целого прошлого года сейчас подростка проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям статья предусматривает до 8 лет лишения свободы а в середине прошлой недели объявился новый минер в екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу новым минером занимается следственный комитет россии с вами итоги недели сколько леса вывозилась по одной накладной а порой и без всяких документов не скажет сегодня точно пожалуй никто про плешины в лесах стоит только свернуть немного в сторону от дороги пройтись километр можно было видеть везде несколько лет назад за селом знаменским наша съемочная группа снимала все что видела квадрокоптером и на камеру масштабы поразили тут же жгли костры чтобы согреться оставляя после себя пеньки и щепки лес продавали за бесценок в китай ну а назад он возвращался нам возвращается зубочистками власть взялась за черных лесорубов всерьез и намерена бороться за сохранение лесов новые схемы и цифровые паспорта позволят решить сразу несколько задач во-первых вывести отрасль из тени но и увеличить конечно объем налогов и спасти природу государственные инспекторы охраны животных тоже сегодня обеспечены служебным оружием для них закуплены карабины калашников охранять лесных инспекторов придется и самим себя от нападения браконьеров такие случаи даже смертельного исхода когда браконьеры обстреливали машины и самих охранников и так это не деле я продолжаю мы с вами по-прежнему можем бесплатно пройти медицинское обследование в комплексе причем да но чтобы сделать выводы самое-то главное состояние своего здоровья медосмотр вот что я имею ввиду он направлен на поиск хронических заболеваний и конечно же исключение риска их развития диспансеризацию кстати сказать можно в поликлинике пройти по собственному желанию но и в удобное для каждого из вас время работающих наша поликлиника приглашает нами досмотры в каждую первую и третью субботу месяца молодые в возрасте от 18 до 39 лет имеют право на бесплатное прохождение диспансеризации один раз в три года а вот людям от 40 лет можно проходить диспансеризацию разумеется то уже бесплатно каждый год смотрите медосмотры проводятся в два этапа на первом этапе ну казалось бы да на первый взгляд мелочи измерения роста веса артериального давления определение холестерина и сахара в крови флюорография и кг измерения я внутри глазного давления это кажется нам не столь важным но вдруг мамолог или гинеколог что-то заподозрит вдруг кровь не понравится сахар или хорестерин высокий и по результатам осмотра следует а прием врача терапевта что важно а важно то что если что-то не так покажется какому-то из докторов то идем на второй этап а там уже исследования другие более серьезные могут обследовать на онкологию на втором этапе также возможно смутер а невролога хирурга врач может предложить сделать рентген или кт легких при наличии подозрений на злокачественные новообразования но для мужчин с рисками хронических заболеваний консультацию с врачом-урологом а также врач может предложить и колоноскопию при подозрении на онкологию также опять же и ведь важно то что важно ранее выявление болезни ведь чем раньше тем шансы выздороветь возрастают в разы я продолжаю вас знакомить с событиями которые произошли на прошлой неделе про догазификацию говорят уже несколько реже хочется думать что разговоры и обещания переходят наконец практическое русло но даже если газ участку подведут бесплатно все равно нужно будет платить из своего кармана за проект при домовой разводке приобретать а газовый котел трубы и батареи на это надо потратить ну порядка 100 150 тысяч рублей к этому надо быть готовыми таких денег конечно у жителей особенно на селе чаще всего нет по словам министра ЖКХ Свердловской области николая Смирнова всего на догазификацию домовладений в уже газифицированных населенных пунктах потребуется в нашем регионе в области не менее пяти с половиной миллиардов рублей ну часть из планируемых средств нужна не только нужна не только на подведение труп потребителям но и на модернизацию газораспределительных сетей у нас есть проблемы с тем что а значительная часть грс уже исчерпала свои объемы и они не могут пропустить большой объем газа больший объем лучше скажем да чтобы подключить новых потребителей подобная ситуация сложилась и у нас сухом лагу где газпром будет проводить модернизацию сети что увеличит ее пропускную способность в два раза итоги короткой строкой qr-коды теперь нужны только чтобы пройти в городские администрации государственные и муниципальные учреждения но и конечно же поехать на базы отдыха дома отдыха а государственным и муниципальным служащим предписано 30 процентов сотрудников отправить на удаленку но для прочих это мера рекомендательная предприниматель билл гейтс знаете такого это основатель компании microsoft так вот он предупредил правительство разных стран о необходимости подготовиться к террористическим атакам с применением биологического оружия в частности речь идет о намеренном заражение оспой самой заразной вирусной инфекцией только на чем основана его предположение сказать трудно 17 января день образования нашей области и сегодня она то есть наша область занимает одну из лидирующих позиций в стране свердловской области в которой мы с вами живем исполнилось 88 лет у детских садов можно было видеть милицейский патруль рейд был организован с целью выявления нарушений правил перевозки детей в автомобилях большинство водителей как оказалось ответственно относятся к перевозке маленьких пассажиров тем не менее за утро в течение двух часов выявлено шесть нарушений дети у этих пап и мам не были пристегнуты ремнями безопасности другие вовсе были без детских автокресел и к тому же не были пристегнуты а у одного из нарушителей ребенок находился в детском автокресле но само автокресло не было зафиксировано и снова надежда на наша русская авось родителям придется теперь раскошелиться и заплатить штраф за своих же детей кстати сказать сейчас детские сады кроме охранного предприятия которых охраняет круглосыточно охраняют и сторожа которые каждые два часа обязаны обходить территорию но это как вы понимаете с целью антитеррора сотрудники уголовного розыска у мбд устанавливают личности двух женщин аферисток которые под видом якобы предстоящей денежной реформы обманывают пожилых похищая их личные накопления доброжелательницы представлялись сотрудницами социальных служб назвали свои жертвы по имени и отчеству и сообщали о том что необходимо срочно обменять все деньги на купюру нового образца злодейки не давали опомниться пускали вход газовый баллончик и спешно скрывались награбленным так что будьте осторожны предприятие уральская бумага больше не должна своим бывшим 66 работникам долг по заработной плате висел с июня по октябрь 2018 года прокуратура через суд добилась исполнения предписания и решения суда за январь пенсионеры с учетом индексации получили повышенную пенсию с компенсацией в 5,9 процента к февралю к пенсиям проиндексированным на 5,9 процента добавят еще 2,7 то есть дорастят до 8,6 процента индексацию после индексации средний размер страховой пенсии составит 18 тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля уже слышу народ разговаривает у кого-то прибавка составила 600 у кого-то 800 рублей а тем временем не дремлет и производители продуктов на пути к прилавку производители сладостей например поднимут цены на свою продукцию с 1 февраля более чем на 20 процентов станут таким образом дороже бисквиты и печенье шоколад леденцы даже жевательная резинка планируют поднять цены и хлебопекари дело в том что за прошедший год сильно подорожали упаковка и сырье пальвовое масло к примеру стало обходиться на 40 процентов дороже а мука высшего сорта на 15 процентов в свердловской области могут вырасти цены на курицу и яйца стоимость может увеличиться на 10-12 процентов причина опять же рост цены на корма почти в два раза из-за сухого и жаркого лета негативно сказался рост затрат и на топливо бумагу и пластик для упаковки все больше появляется тех кто стал выращивать овощи не только на собственных земельных участках но и дома что делать люди стали больше покупать семена низкоросых томатов например арбузных огурцов и клубники но и удобрение к ним для подоконников и балконов чтобы установить свои саженцы именно на подоконниках и балконах а еще резко вырос спрос на горшочки где можно выращивать овощи и зелень вообще без грунта но многие торговые сети надо сказать начали продавать свои продукты по закупочной стоимости либо меньше нее так торговая сеть верный например ограничила торговую наценку более чем на 200 товаров первой необходимости на хлеб к примеру молочные продукты макароны крупы колбасы и мясо курицы ашан продает некоторые продукты по цене ниже закупочной речь идет об овощах сахаре и подсолнечном масле в компании магнит заверили что также готовы зафиксировать на оценку на уровне не более 10 процентов например на также 200 позиций об ограничении наценки на социально значимые продовольственные товары заявили риэлторы и пятерочки перекрестка ну одно дело заявить и другое конечно увидеть и почувствовать самим нам покупателям так что посмотрим куда и кому идти за покупками первую очередь в мвд не намерены возвращать штрафы за превышение средней скорости от которых отказались в двадцать первом году в прошлом а самая сама отмена этих штрафов связано с большим количеством судебных жалоб и нагрузкой на суды работавший с 1974 по 2011 годы на одном из предприятий города пенсионер отсудил у бывших работодателей ни много ни мало 60 тысяч рублей из-за болезни легких прокуратура установила что профессиональное заболевание легких мужчина приобрел из-за воздействия именно опасных веществ на работе в этом году а жители области жителям области повезло с погодой день крещения в этом нельзя не сказать вместо трескучих морозов было 8 10 градусов максимум это ночью конечно при купании важен контраст температур когда воздух и вода резко отличаются по температурному режиму условно если воздух 10 2 на не 10 а 20 градусов 25 а вода 4 то конечно контраст вот этот он как раз и дает некоторый драйв желающим искупаться в крещенской проруби с 12 ночи до 4 утра было порядка 500 а если точнее то 480 человек но народ шел в течение светового дня 19 и окунулась в общей сложности порядка полутора тысяч мельчаков расчистили прибрежную зону у поворота дороги в курьях поставили теплую палатку с обогревом и деревянным настилом вырезали оборудовали купель наварили горохового супа с копченостями чая на травах казаки курьерского хутора за порядком следила понятно полиция дежурила скорая и сотрудники мчс сухоложцы ставят пятерку с плюсом за организацию работ казаками хутора сухоложского для школьников это возможность есть возможность заработать на карманные расходы используя провести время и если вам 14 с 14 до 18 лет то обращайтесь в городской молодежный центр на юбилейную 2 обдака кристалл а есть телефон 3 3123 чтобы записаться уже на лето на работу пуск аппарата кт предполагается 1 февраля но пока в тестовом режиме строго по предписанию доктора нельзя забывать что кт это супер высокая доза облучения и назначают исследования если риск болезни не превышает риск здоровью поэтому так стремиться на кт конечно нужно не всем вечером 21 января в деревне шате на улице буденова пожар уничтожил частный дом и надворные постройки хозяева по их словам отлучились буквально на двадцать тридцать минут в магазин приехали когда все полыхало было хвачено огнем ну и под занавес федор тютчев нам не дано предугадать как слово наше отзовется и нам сочувствие дается как нам дается благодать нам не дано предугадать судьбы крутые повороты ее падение и взлеты нам не дано предугадать нам не дано себя понять какими будем через годы как не познать каприз природы нам не дано себя понять нам не дано увы узнать чем наше слово обернется когда последний день прервется нам не дано увы узнать нам не дано вернуть назад весны прелестное дыхание и детских лет воспоминания нам не дано вернуть назад коль не дано так будем ждать и не грешить как это было чтоб сердце от обид не ныло коль не дано так будем ждать а так ведь хочется узнать но сегодня это все о чем я хотела вам рассказать все наши новостные ленты новые проекты и много другой полезной информации в эфире кабельных уральских сетей на кнопки 21 либо 23 нас можно смотреть у оператора кабельной сети конвекс а на канале тут 193 или 197 кнопка и не забывайте нас смотрят еще в 12 городах области еще больше новостей в наших группах в соцсети до следующей встречи и не терпите неудобства не миритесь с беспорядком давайте вместе улучшать нашу с вами жизнь до свидания до новой встречи а